Учение не только свет, но еще и возможность досрочно выйти на пенсию. Кому положена скидка на возраст, расскажем о новостях короткой строкой. Жители Ямала смогут раньше выйти на пенсию. При подсчете северного стажа учтут период профобучения. Это возможно в том случае, если за человеком сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов, объявили в правительстве России. Ранее годы обучения в расчет не брались. Лучшие учителя и воспитатели приехали в Новый Уренгой со всего округа для участия в конкурсе педагогического мастерства. Участников ждут открытые уроки, презентации и ток-шоу, где они смогут раскрыться с профессиональной стороны. Выявят талантливые кадры и среди новичков. Для них подготовили номинацию «Педагогический дебют». Пятиклассница из Лабетнанги мастерит шерстяные мультфильмы о животных Ямала. Арина Кокорина год трудилась над созданием персонажей, которых сваляла из шерсти. Действие мультфильма «Приключения мамонтенка» происходит в картонной коробке, где из ворсинок шерсти девочка нарисовала растения, небо, снег и горы. Озвучивают героев одноклассники Арины. В разработке у школьницы настольная игра, которая познакомит детей с флорой и фауной Ямала. Ольгу Миронову из Ноябрьска признали вице-мисс международного конкурса красоты и таланта для девушек в инвалидных колясках «Невская краса». Также «Северянка» получила спецтитул «Мисс Жизнелюбие». Жюри впечатлилось активностью девушки и ее планами на будущее. Она мечтает развивать на Ямале инклюзивный туризм. Проектом уже заинтересовались несколько турагентств. Поехать в Санкт-Петербург на конкурс на «Еврянке» помог губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. На своей странице он поздравил ее с победой. Мария Яновская, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.